доброе здоровься уважаемые посетители канала я решил вернуться к теме геморроя и простатита которые на моем канале оказались самые популярные темы приносящие больше всего просмотров я рассказал начнем с геморроя рассказал следующее что была сделана операция 20 лет вырезали аппендицит и после этого появился геморрой то есть прошло какое-то нарушение во время оперативного вмешательства то есть это совсем какой-то другой случай который как я сейчас считаю нарушил кровообращение в новом организме естественно когда разрезается достается аппендицит все это там нарушается ну у кого как но у меня вот так вот нарушились и я прошел можно так сказать через эти круги геморроидальные если 20 лет где-то лет до 40 он меня донимал и особенно это все было когда я еще не начал заниматься самоздоровлением ходил по врачам ставил свечи очень неприятно все это мне знаете свежу в памяти когда ты сходил в туалет то что там было знаете вот это вот шишки эти лопнули образовывается воспаление это воспаление вроде бы как утихает а ты опять тут уже надо туалет идти и все по новой и знаете так вот как каленый лом в задней целой тебя это знаете наводит на очень плохие мысли даже суицидальные но тем не менее жить надо надо пробовать надо что-то искать и вот как раз по нормализации кровообращение а возможно у меня где-то и сейчас я чувствую было нарушено кровообращение в печени то есть печеночка не что порядочке ну печеночка такая вещь что как только пошли чистки печени знаете как будто этого геморроя не было раз но тем не менее он еще возвращался вот последние годы где-то наверно уже лет примерно 20 вот раньше особенно бывали иногда у меня обострение и уже это связано с тем что этом искупался в холодной воде такой нытью и причем не в каждой купальне это бывало в одной искупался нормально в другую искупался нормально а в третью какую-то залезть а раз там такая шишака вылазила ну я уже знаю что чё как благодаря тому что стал вести более-менее такой умеренный образ жизни где-то там не переедать где-то там особо не не перенапрягаться где-то там найти не переохлаждаться прошло без всяких вещей то есть геморрой это такая штука которая реагирует на образ жизни то есть образ жизни здесь надо вести более-менее осторожны вот например после голода я голодал помню вот каленый лом в задницу у тебя как засвербел как засвербел ты уже не знаешь что делать свечи эти не помогают ни то ни сё это там холодное подмывание там и сидение на этом ведре под парами все это знаете ерунда вот этот хопа на голод на голод допустим 7 там суток там 12 суток две недели там больше выходишь с голода все геморроя нету все все зашло все нормально все отлично начинаешь восстанавливаться опа и он начинает тоже восстанавливаться по-своему то есть здесь важно было вот как раз справляться с превозбуждением жизненного принципа ветра на выходе из голодания то есть тут и свечки вставлять вот такие вот из сливочного масла заморозивающих и допустим уже если голодал примерно 7 суток то уже буквально таки на следующий день лучше ее там ставить на следующий день выхода и так несколько раз и тогда выход нормально ничего там не беспокоило вот естественно чего-то такого острого но я правда острого особо и не люблю потому что у меня желчная конституция которая не предрасполагает чтоб я еще какие-то острые блюда употреблял потому что у меня я уже об этом говорил у меня сразу же начинает перевозбуждение жизненного принципа желчи с вытекающими эффектами это изжога ну такие вот расстройства но основном изжога поджелудочная я уже говорил они были но я хорошо что быстро сообразил что чего чего их ликвидировал то есть большое значение имеет нормализация кровообращения это просто-напросто самое основное потому что геморрой варикозное расширение вен это проблемы с не кровеносными сосудами это уже как следствие когда их распирают а это циркуляции крови в организме где-то имеется знаете вот как плотиночка и тут начинается застой распирание и вот это все распирание начинает сказываться на наших винах то есть вот я уже читая ваши там отзывы и так слушая людей о геморрое я для себя прошел вот этот путь такого злостного геморройщика сделал выводы сделал соответствующие коррекции почистил печеночку умеренно питаясь движение все у меня все нормально нормально уже в течение где-то примерно около лет 20 67 хотя раньше какие-то были проблемы теперь подойдем опять такой популярной теме для мужчин это предстательная железа но предстательной железе я особо как-то не задумывался и не знал хотя помню где-то по молодости я так чувствую что это вот как раз оттуда начинаются где-то проблемки когда начал жить половой жизнью вот какие-то выделения были я счел что это какое-то нейрическое заболевание там сходил в больницу проверили меня проверили ее не ничего нормально то есть это как раз было внедрение инфекции нельзя сказать вот такие вот вещи что допустим там заражен ты или заражена женщина нет когда вы начинаете жить половой жизнью то у вас начинается обмен микрофлорами и как отреагирует вот этот вот ваша микрофлора на ее микрофлору или наоборот это уже скажется с течением времени ну вот такое было потом прошло и где-то когда я уже начал вести передачу с двух тысячи примерно шестого года там уже как-то не особо не до оздоровления там совсем другая направленность вот я где-то прочувствовал примерно наверно в девятом году что что-то у меня там такое не в порядке было такое ощущение что там вот такой кулак у меня находится в промежностях промежности еще знаете так остро не болело а вот чувство распирания чувство вот этого вот неудобства были очень очень сильно выражены и я встречаю на передаче нашего легендарного хоккеиста фетисова и он так помимо передачи со мной делится вот у женщин проблема там это мастопатия а у мужиков это с предстательной железой так вот с предстательной железой говорит я прекрасно разобрался это употребляя тыквенное масло столовую ложечку на натощак действует прекрасно из всего что я пробовал я и до этого там пробовал ну лекарственные средства специальные не пробовал это 8 поголодаешь конечно намного легче там было там еще что-то там сделаешь да что же полегче было но потом все это опять возвращалась и вот я как только прослушал вот эту информацию мне сказал сразу же с нее с передачи я еду магазин по моему там магазин там работают они долго и покупаю тыквенное масло и начинаю по столовой ложечке там с утра натощат пока буквально таки прошло где-то 35 дней что это а там то я ничего не чувствую то есть на каждую микрофлору на каждые паразиты вот более эффективно влияет будет какие-то там вещества которые содержатся там допустим в полыни которые содержатся в тех же тыквенных семечках и вот оказывается паразиты которые живут в предстательной железе и и там они крайне не любят тыквенных семечек и тыквенного масла ну великолепная вещь и я профилактически так еще попил и забыл а так вот такое вот простое средство дало знаете так прекрасный результат и потом ко мне еще обращались другие люди я им советовал как раз вот тыквенное масло попить симптомы вот эти вот распирание боли уходили не было их ну это отличная вещь и знаете что я еще стал делать после того как я вот узнал о том что из сообщение гилды кларк что оказывается столовые приборы содержащие никель а это какие никелевые эти ложки никелевые вилки ножи и чашечки если они есть металла то ли содержащие никель железо никелевое они как раз при допустим размешивание при поедании они ионы никеля выделяет ну как вот это а оказывается вот эти вот микробы которые живут в предстательной железе они используют вот эти вот ионы никеля для создания своих активных центров то есть ферментов за счет которых они и расщепляют вот эти вот клетки ну это так я понимаю примитивно предстательной железы и вызывают там вот такое вот воспаление и и прочее 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 то есть я стал использовать свою ложечку походную купил серебряную дома я только ем вот серебряных ложек и вилок у меня личная значит моя ложечка моя вилочка я только ею ем а на выезде я стараюсь значит если там кофе чаю мешать то я обычно использую свою серебряную ложечку и знаете тоже очень хорошо очень хорошо все нормально работает есть и дети то есть это очень хорошая вещь тыквенное масло утром натощак не лениться заглотнули там дальше у вас завтрак и все будет в порядке я лично очень доволен очень доволен тем что самостоятельно мне удалось устранить геморрой без всяких операций без всяких вот этих знаете там свечей и прочих манипуляций еще чего-то как некоторые это тебе операцию делали ну и сделают операцию если причины не устранились он может по новой вылезти и с предстательной железой разобрался все нормально все хорошо вот вот этим я хотел с вами поделиться потому что примеры человека который через все это прошел дорогого стоит